Вести Карачаева Черкесия Инклюзивная программа будет реализована в республике этим летом. Фильмы представителей Карачаева Черкесия вошли в шорт-лист кинофестиваля «Кинокавказ-2022». И в республике открылась первая академия единоборств. Далее об этих и других темах подробнее. Имена 180 фронтовиков, выходцев из аула Жакохобесского района, увековечены на мемориальном комплексе, который возвигнут на территории местной средней школы. На нем высечены имена не только 116 аульчан, погибших на войне, но и 73 вернувшихся с фронта бойцов, которые, успев внести свой трудовой вклад в развитие республики, в послевоенное время покинули этот мир. Это поколение – наши отцы, деды, прадеды, которые прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, защищая мир от фашизма, как никто другой достойный народной памяти. Они и их подвиги живы, пока их помнят и чтут. Особенно это актуально сегодня, когда нацизм вновь поднял голову и начал, не стесняясь, угрожать нашему государству с высоких трибун, нещадно переписывать страницы истории, умолять великие подвиги наших ветеранов на боях сражений, подчеркнул на торжественном открытии председатель Народного собрания республики Александр Иванов. Ветеран Великой Отечественной войны, прославленный житель Карачаева-Черкесии Хамит Абулович Канаматов отметил День Победы на Красной площади в Москве в числе десятков других фронтовиков-освободителей. Он стал участником ежегодной акции «Живи и помни» для ветеранов Великой Отечественной войны и воспитанников детских домов. Это было мое место, а я с удовольствием приехал в своей Карачаево-Черкесии с главного храма великолепной Красной армии, ныне российской армии. Я большой привет передаю всему своему Карачаево-Черкесскому народу, всем кавказцам, всем республикам, от меня лично, как от победителя сегодня живого. Я горячий, настоящий солдатский привет посылаю всем. Наш подарок великому народу России. Подарок – это мир. Подарили мы 77 лет тому назад. Вот за этот мир мы и сегодня боремся. В Карачаевске появилась аллея памяти и славы Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева, студенты, сотрудники и жители города высадили сакуру вдоль территории университета. Были также установлены информационные стенды в память о славных страницах истории города и образовательного учреждения. Информацию комментирует ректор университета Таусултан Узденов. Я думаю, что долгие-долгие годы эта цветущая аллея будет радовать нас, наших горожан и гостей, будет напоминать нам о былой славе, о настоящей славе, о будущей славе нашего города, республики и нашего университета. Министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко встретилась с 11-ти классниками, прибывшими из Мариуполя Донецкой Народной Республики. Сейчас старшеклассники учатся в школе номер 4 Черкеска. Ребята смогли задать интересующие их вопросы, поделились проблемами, обсудили нюансы, касающиеся образовательной программы, организации дополнительных уроков, хода подготовки к ЕГЭ и дальнейшего содействия поступлению в среднепрофессиональные и высшеучебные заведения. По словам Инны Кравченко, региональным Миноборнауке оказывается всестороннее содействие для включения в образовательный процесс школьников, прибывающих из ДНР и ЛНР. В республиканской столице продолжается запись детей на обучение в первые классы. В этом году Минпросвещение страны разработало новый порядок. Прием детей в первый класс будет проходить в два этапа. Первый с 1 апреля по 30 июня. Второй этап с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Более 12 тысяч детей из Карачаева Черкесии смогут отдохнуть в этом году в пришкольных и оздоровительных лагерях на территории республики. Благодаря отмене антиковидных ограничений в этом году в лагерях планируется 100% загруженность. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Начало летней оздоровительной кампании мы планируем на 1 июня. В течение лета будут организованы 5 или 6 смен продолжительностью по 14 дней. И в загородных лагерях у нас их будет 6. Плюс мы запустим работу лагеря палаточного типа. И остальные детки у нас будут отдыхать, как всегда, летом в школьных лагерях. Планируем охватить, я думаю, чуть больше 12 тысяч детей в этом году. Министерство образования и науки Крачево-Черкесской республики по приказам об обеспечении комплексной безопасности в школьных лагерях дневного пребывания в целях обеспечения этой безопасности начальника муниципальных органов управления образования предписывает создать условия для безопасности жизни и здоровья детей. До 29 апреля в школьных лагерях у нас будут проведены все мероприятия по устранению тех предписаний, которые выдвинули контрольные надзорные органы. Карачаево-Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСААФ начнет работу круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В центре будут проходить пятидневные учебные сборы, участники которых будут познавать основы военной службы. Ожидается, что к учебным сборам будут привлекаться старшеклассники, а также учащиеся колледжи и профтехучилищ. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе. Также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества. Также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе. И целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаева Черкесии Роженом Борисовичем Тимрезовым, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаева Черкесской республики 9-10 классов, чтобы принять участие в деятельности Учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаевской республики именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образований районов, муниципальных районов и городов Карачаевской республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес Учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий откроется в Карачаево-Черкесии при содействии Министерства культуры. Об этом рассказал министр культуры региона Зураб Агербов. В рамках школы креативных индустрий в первую очередь учиться будут дети, школьники, талантливые, способные к различным видам современных искусств. И мы будем их обучать, как овладевать навыками, которые сейчас востребованы на рынке. Инклюзивная программа будет реализована в Карачаево-Черкесии при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В течение трех летних месяцев дети и подростки, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, будут создавать творческие продукты, попутно познавая мир, традиционные российские ценности, через знакомство с современной российской литературой, через мастер-классы с писателями и журналистами, художниками и фотографами, а также мастерами декоративно-прикладного искусства. Карачаево-Черкесия приняла участие во Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта. Наш регион на мероприятии представил руководитель Центра поддержки экспорта Рамазан Курджиев. Представители российского экспортного центра и региональных центров поддержки экспорта провели более 10 мастер-классов и мозговых штурмов, которые помогут повысить эффективность систему и структуру поддержки экспорта в регионах. Конференция – это три дня плотной работы, поисков векторов развития, а также мотивации. В этом году в Челябинске первые конференции была организована в новом формате. Здесь собрались не только руководители Центров поддержки экспорта, но и представители российского экспортного центра, а также руководители центров «Мой бизнес». Новую нитку газопровода суммарной длиной 2,5 км прокладывают сейчас коммунальщики по станице Исправной, чтобы подвести газ к домовладениям своих будущих абонентов. Благодаря программе до газификации уже к 2030 году уровень газификации российских регионов увеличится более чем на 10%, причем бесплатно для населения, комментирует информацию глава администрации Зеленчукского района Алексей Науменко. На сегодняшний день у нас эта программа работает в полном объеме, задействованы все населенные пункты, составлен у нас перечень домовладений, которые включены в социальную газификацию. Все люди уведомлены, как это будет происходить, что будут у нас прокладываться сети, и что будет выводиться до границы раздела с земельным участком газовый стояк. Все, что касается внутренней разводки газа, то это уже будет за счет собственников домовладений. Группа ученых Института археологии Российской академии наук в ходе разведывательных работ в Карачаевском районе обнаружила средневековое поселение площадью более 40 гектаров. До конца года планируется завершить работы по составлению топографического плана объекта, рассказал заведующий научно-отрасливым архивом начальник Карачаевской экспедиции Института археологии РАН Умар Качкаров. По его словам, проводятся исследования квадрокоптером и тепловизором, и рассчитывают, что уже к концу этого года завершат работы на объекте. Фильмы представителей Карачаева Черкесии вошли в шорт-лист кинофестиваля «Кино Кавказ-2022». Это работы Артура Кинчишаова и Баладжан-Джукаевой «Мундир и дед». Фильм «Мундир» рассказывает про двух молодых воров, которые проникают в квартиру ветерана и забирают с собой его китель с орденами, чтобы продать на черном рынке. Но со временем к одному из них приходит осознание, что значит война и через что прошли наши прадеды. А кинолента «Дед» Баладжан-Джукаевой рассказывает об образе ее родного деда. Всего в текущем году претендентами на участие в кинофестивале стали 360 молодых кинематографистов из 58 регионов России и 17 зарубежных стран. Военные песни на языках народов республики прозвучат в рамках проекта «Фронт-Офф. Жизнь за пределами войны». Принять участие в нем смогут дети от 12 до 16 лет. Конкурс продлится до 1 июня. Подробности сообщила начальник информационного отдела Государственной филармонии Республики Динара Карданова. В конкурсе могут принять участие школьники и молодежь 12-16 лет. Они должны перевести одну из военных песен, кроме «Темной ночи» и «День победы» на один из четырех субъектов образующих языков Карачаево-Черкесской республики, Карачаевский, Черкесский, Абазинский или Ногайский и направить чекст на телефонную почту. Эти две песни будут переведены нами и они будут завершающими песнями концерта. Их будут петь на всех пяти субъектах образующих языках. В результате конкурса будут выявлены 8 победителей, которые смогут принять участие в завершающем концерте проекта и спеть в дуэте с популярными артистами Карачаево-Черкесской республики и саристами Государственной филармонии. Конкурс уже объявлен, проводится с 14 апреля до 1 июня. Результаты конкурса будут объявлены на официальном сайте Государственной филармонии. На 23,5% снизилось количество ДТП в Карачаево-Черкесии по итогам прошлого года. Однако вопрос снижения дорожно-транспортного травматизма все еще остается актуальным в республике, отметили на состоявшемся заседании комиссии по безопасности дорожного движения. По словам директора Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Анзора Охтова, с целью сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, подготовлены медицинские работники, участвующие в оказании первой помощи. Приобретен дополнительный автомобильный транспорт для сокращения времени прибытия экстренных медицинских служб на место аварии. Кроме того, созданы пять травматологических центров второго уровня повышенной готовности и разработана схема маршрутизации пострадавших при ДТП. Мошенники придумали новый способ обмана. По данным МВД Пукарачаево-Черкесии, преступники делают рассылку в мессенджерах от имени популярных торговых площадок, обещают выгодные предложения в виде крупных скидок на товары. В сообщении предлагается перейти по ссылке, чего категорически делать нельзя. Подобная ссылка переведет на сторонний сайт, созданный мошенниками, и очень схожа с настоящей легальной торговой площадкой. Если сделать заказ на данном ресурсе, товар вы не получите и деньги не вернут. В республике открылась первая академия единоборств при комплексной спортивной школе «Победа». Теперь дети в возрасте от пяти и старше смогут посещать такие секции, как грэплинг, джиу-джитсу и панкратион. В день официального открытия ознакомительную тренировку посетили 65 воспитанников Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда». Для них же была организована развлекательная программа и чаепитие. В Чите прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Сборная команда Карачаева-Черкесии завоевала две медали – Амаль Кирейтов – золотую и Расул Капсергенов – бронзовую. Таким образом, Амаль Кирейтов стал двукратным чемпионом России в возрастной категории юноши. Кроме того, спортсмены, которые заняли призовые места, вошли в основной состав юношеской сборной команды страны по вольной борьбе. Команда детского футбольного центра «Победа» Карачаева-Черкесии заняла первое место на открытом детском турнире по футболу среди городов-героев и городов воинской славы, посвященном празднованию 77-летия Великой Победы, который прошел в Осентуках. По результатам соревнований лучшим нападающим признан Ансар Абитов, а лучшим вратарем турнира Беаслан Чучуев. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику. Не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным. Не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!